Друзья, вы не перестайте спрашивать у меня в комментариях, в личных сообщениях, в соцсетях, и я понимаю, что дальше вопросов будет ещё больше, так как аудитория растёт, приходят новые зрители и старые ролики мало кто смотрит, но я бы на вашем месте точно не стал. Надеюсь, это видео поможет мне ответить на кипу ваших вопросов касательно выбора ноутбука как для работы, так и для учёбы. Про игровые, прям игровые ноутбуки с топовым железом здесь речи идти не будет, но опять же, если вы хотите, тогда напишите об этом в комментариях, и я обещаю, что со временем запишу ролик и на эту тему тоже. А сегодня мы с вами поговорим про ноутбук как про рабочий инструмент, который будет нашим компаньоном, коллегой, если хотите, будет помогать качественно и быстро выполнять нашу работу, домашние задания и даже отдыхать, так как отдых, поверьте, тоже очень важен. Расскажу про основные критерии выбора, чё стоит отталкиваться, на что в первую очередь стоит смотреть, и как пример приведу несколько вариантов для разных задач по совершенно разным ценам. Начинаем! Перед тем, как переходить к самому сложному, а именно выбору железа, давайте быстро с вами пробежимся по сопутствующим критериям в нашем ноутбуке, который тоже нужно учитывать. И первыми критериями у нас будут размер ноутбука и его экран. В 99% случаев люди приобретают ноутбук, а не системник, только лишь потому, что им важна мобильность. Это имеет место быть как на работе, когда человек вечно в разъездах, командировках и так далее, так и в учебе, когда нужно работать на своем ПК на паре, в общаге, дома и делать домашку тут и там. И чаще всего люди присматривают себе модели с диагональю 14 дюймов облегченной серии, к примеру, Acer Swift или HP Envy, плюс-минус такого плана. Стоят чуть дороже, но они легкие, удобные и экран у них поменьше, чем в стандартном 15,6, что и делает их, собственно, более мобильными. При этом стоит сказать, что даже стандартные 15,6 дюймовые ноутбуки сегодня весят далеко не так, как 10 лет назад. Для сравнения, это мой старый ноутбук Asus 2010 года, мне его еще подарили тогда, когда я только поступал в университет. Толщина у него внушительная и вес соответствующий, 7 или 8 килограмм. Сейчас ноутбуки весят 1,5-2 килограмма максимум, и при этом я его носил, и это было очень тяжело. Сегодня для некоторых и 15,6 дюймовые будут вполне себе легкими, поэтому если вам нужен экран побольше, то рассматривайте стандартный 15,6, а если вы еще и приседаете по утрам, то и 17 дюймовые будут посильной ношей. Помимо этого, уделите должное внимание и выбору дисплея. Full HD 1920x1080 это минимальное разрешение экрана, который вы должны рассматривать при покупке вашего ноутбука, неважно для чего именно вы его приобретаете. Убедительно вас прошу, не пожалейте денег и переплатите, потому что здоровье ваших глаз будет гораздо дороже, чем это. Помимо этого, немаловажным фактором является и матрица. Если вы планируете пользоваться ноутбуком при совершенно разном освещении, в помещении, на улице, особенно если на ярком солнце, тогда обязательно IPS. Будет дороже, чем TN, но если вы хотите хоть что-нибудь видеть на вашем экране на улице, то IPS. Единственный правильный вариант. Про цветопередачу я вообще молчу. Переходим к следующему критерию, а именно разъемы. Имеется в виду USB порты, различные видеовыходы, Ethernet порт, в общем вот это вот все. Я думаю вы знаете, что многие умные люди вместе с ноутбуком себе домой приобретают и монитор для более комфортной работы. Так как за ноутбуком даже с диагональю 15.6 не всегда во всех программах будет вам комфортно работать. На выезде да, там никто вас не спрашивает, но дома почему нет. Приехал, подключился по шнургу к монитору и дальше себе работаешь, но уже на большом экране и с комфортом. Поэтому обращайте внимание на наличие нужного вам видеовыхода. USB портов как правило в ноутбуке всегда не хватает, это я знаю даже по себе. Поэтому со временем советую всем приобрести USB хаб, очень полезная штука, можно тоже всегда возить с собой. Потому как мышка, внешние колонки вдруг фильмец посмотреть, флешка и все, свободных портов больше нет. Если в ноутбуке отсутствует разъем RJ45 для подключения Ethernet кабеля, а в 14-дюймовых ноутбуках он чаще всего отсутствует, то еще один USB порт для переходника, пожалуйста, освободите. Одним словом, портов много не бывает. Это не то чтобы особо важный критерий, просто об этом тоже следует знать, раз уж вы решили приобретать себе ноутбук. Далее тачпад и клавиатура вашего ноутбука. Так как 50% своего времени, а возможно даже и больше, вы будете пользоваться им аутсайд, то качество работы тачпада и хороший ход клавиатуры это то, что вас должно очень даже заботить. Я не буду сейчас нахваливать какой-то определенный бренд или модель ноутбука, потому что знаю, что это заведомо проигрышная стратегия. Скажу лишь, что их все нужно щупать. Изучать, как говорится, мир тактильно. Поверьте, никакие обзоры или подробные описания на сайтах не помогут. Вам нужно приехать в любой розничный магазин вашего города и протестировать его лично, что-то напечатать, поклацать тачпадом, потому что поверьте, это очень важно. Вы должны получать удовольствие от использования и вам должно быть удобно всегда. В ином случае, любая работа за вашим новым ноутбуком превратится для вас в сущий ад и муки. А я уверен, что вы этого не хотите. Поэтому очередной мой совет, не поленитесь и походите по розничным магазинам. Пощупайте материал корпуса, посмотрите на экран под разными углами, оцените сам вес ноутбука. Сейчас такое раздолье магазинов розницы, что просто грех этим не пользоваться. Ну и наконец мы подобрались к самой важной части данного видео, а именно выбору железа. Для того, чтобы корректно подобрать конфигурацию ноутбука, вам необходимо для начала хоть примерно понимать, с какими программами вы планируете работать. И в 90% случаев уже от этого отталкиваться. В каждой программе, как и игре, разработчики всегда указывают минимальные системные требования, которыми должен обладать ваш компьютер для более-менее комфортной работы с их ПО. Это не означает, что программа вовсе не запустится, возможно и не так, но нехватка ресурсов в какой-то определенный момент даст о себе знать. Программа начнет тормозить, а в худшем случае выскочит ошибка и система ее благополучно закроет. Чаще всего именно так и происходит. Поэтому следующий мой совет, определитесь с ПО, с которым вы планируете работать. Далее не стоит забывать и про другие нюансы, такие как потребность в распараллеливании задач, что означает запуск нескольких процессов одновременно. Если простыми словами, я говорю про ваши миллион сто пятьсот вкладок в браузере, открытые программы компании Adobe и все тому подобное. Это все ложится непосильным грузом на плечи вашему процессору и поглощает практически все количество оперативной памяти вашего компьютера. Тогда наступает момент, когда ноутбук начинает тормозить, греться и болеть, потому что скорее всего вы уже просите от него больше, чем он может вам предложить. Поэтому, когда станет выбор между Pentium с четырьмя гигабайтами оперативной памяти и i3 с восьмью, пожалуйста, сделайте правильный выбор. SSD это то, что сто процентов должно быть установлено у вас в ноутбуке. Видите ноутбук без SSD? Следующий. Потому что скорость работы компьютера напрямую зависит от того, с какого носителя будет считываться информация вашей системы. Другими словами, если хотите, чтобы ваш ноутбук работал быстро, берите с SSD. Если есть потребность в хранении большого количества информации, проекты с видеофайлами, фотографии в высоком качестве, тогда в составе вашего ноутбука вам также понадобится и жесткий диск HDD, как минимум на 1 ТБ. Либо же купите отдельно внешний жесткий диск, носите его с собой и используйте, когда нужно. Тоже как вариант. Как правило, для работы или учебы интегрированной графики в процессоре более чем достаточно, если вы, конечно, не играете в игры. Но стоит сказать, что существуют программы, которые также нуждаются в ресурсах видеокарты, как правило, для рендеринга графики. Если ваша нынешняя или будущая профессия связана с таким классом программ, то предупреждаю, что дискретная видеокарта будет вам просто необходима. Не говоря уже про мощный процессор, больше оперативной памяти и... В общем, ноутбук будет подороже. Либо же берите поддержанный MacBook Pro года 14 или 15 и используйте себе на здоровье. Благодаря оптимизированной системе даже сегодня старенькие маки достаточно хорошо справляются с подобными задачами. Ну а если вы не по яблокам, а по окнам, тогда вот вам несколько примеров и вариантов к ним. Пример первый. Давайте начнем с чего-то простенького. К примеру, ноутбук для бухгалтера. Мы понимаем, что это работа в офисных программах. Возможно удаленка RDP, 1S, MiDoc. Плюс любому человеку нужно отдыхать, поэтому интернет серфинг и пусть просмотр видео. Тогда вот вам бюджетный, но в то же время довольно неплохой вариант за свои деньги. Ноутбук Asus серии X509. Стоимость 320 долларов или 22 тысячи рублей. 15,6 дюймовый экран, Full HD, то что нам нужно, 10 матрица, потому что нужно бюджетно. И наш бухгалтер, скорее всего, не заметит разницы между IPS или TN, работая в своих привычных программах. Intel Pentium KB Lake 4417U. 8 гигабайт оперативной памяти, SSD на 256 гигабайт. И встроенная графика от Intel. Wi-Fi есть, Bluetooth есть, веб-камера есть. В общем, все, что нужно. Как по мне, в данном ноутбуке всего ровно столько, сколько нужно. Можно, конечно, найти и дешевле. Вместо 8 гигабайт оперативки взять 4. И в некоторых случаях этого будет достаточно. Взять не Pentium, к примеру, а какой-то новенький Celeron. В данном случае не сильно принципиально, так как задачи несложные. Но я свой вариант вам озвучил. Идем дальше. Пример номер 2. Уже более интересный ноутбук для учебы или работы, где не будет задействована тяжелая графика, либо другие мощные вычислительные процессы. Такой хороший, надежный ноутбук, который можно смело брать с собой. Первым вариантом будет у нас 14-дюймовый ноутбук с интегрированной графикой. HP 340s G7. Стоимость 550 долларов или 38 тысяч рублей. 14 дюймов, Full HD. Тут и матовый IPS-дисплей. Процессор Intel Core i3 10-го поколения. 10.05 G1. Оперативной памяти 8 гигабайт. SSD на 256 гигабайт. Интегрированная графика от Intel. Веб-камера, Bluetooth, Wi-Fi. Я считаю, что этот ноутбук просто отлично подойдет на роль рабочего инструмента. Но опять же, можно взять и подешевле, безусловно. Поколение процессора 8-го, либо 7-го. Но хуже брать я бы не стал. Теперь второй вариант, уже с классическим размером экрана 15,6 дюймов. И давайте с какой-никакой, но дискретной графикой. Этот ноутбук, наверное, даже больше относится к категории для учебы. Потому как, ну, мы все были студентами, верно? И иногда любили позаседать в Доту, Танки, Варкрафт, Линейдж. Часик, другой, третий. Я, кстати, до сих пор периодически в FIFA катаю и мне нравится. Так что, возможно, данный ноутбук относится и для работы тоже. Если вы понимаете, о чем я. Asus серии X509FG. Стоимость 500 долларов или 34,5 тысячи рублей. Диагональ, повторюсь, 15,6 дюймов, Full HD, IPS-дисплей, процессор Intel Core i3 8-го поколения 8145U. Оперативной памяти 8 гигабайт, 256 гигабайт SSD и дискретная видеокарта на 2 гигабайта от NVIDIA MX230. Больших надежд на эту видеокарту возлагать сразу скажу не стоит, но, опять же, это лучше, чем ничего. Этот ноутбук своего рода универсальный. У него хороший процессор, достаточно памяти для своих задач, SSD и даже есть дискретная графика. Помимо простеньких задач по учебе или работе, вы также сможете порисовать в фотошопе, к примеру, смонтировать видос Sony Vegas или Premiere Pro. Не быстро, не без тормозов, но сможете. Он не такой легкий, как 14 дюймов, но, повторюсь, ноутбуки сейчас в принципе не тяжелые и вряд ли вы ощутите большую разницу. Зато экран больше и вам будет комфортнее за ним работать. Если же ваша работа или профильный предмет связан с тяжелой графикой и ресурсозатратными программами, тогда вам ничего не остается, кроме как рассматривать более дорогие решения, возможно, даже игровые. С процессорами i5, i7, i9 от Intel или Ryzen 7, Ryzen 9 от AMD, от 16 гигабайт оперативной памяти и дискретные видеокарты от GTX 1660 Ti, RX 550 и выше. А ценники там уже от 65 тысяч рублей. Но это уже, как говорится, совершенно другая история. В заключении скажу, что вам не нужно искать и покупать именно те модели, которые я перечислил в этом видео. Нет, это лишь пример. Я призываю вас лишь помнить о трех золотых правилах. Это учитывать системные требования к вашим рабочим программам или играм, смотреть на характеристики ноутбука в целом и помнить о сопутствующих факторах. Это тачпаде, экране, клавиатуре и все. В бренд сейчас мало что значит и не слушайте остальных. Мало кто пользовался ноутбуками от всех производителей, ведь всем не понравишься. Правда состоит лишь в том, что у каждой компании есть свои достойные решения. И ваша задача найти себе подходящую. Когда вы охватите своим вниманием все эти моменты и сложите у себя в голове этот незамысловатый пазл, обещаю, сразу же после этого вы будете готовы к самостоятельной покупке и никакие советы вам больше никогда не понадобятся. Я очень надеюсь, что мне получилось ответить на большинство ваших вопросов и ролик оказался интересным и не скучным. Если это так, тогда оцени его лайком и делись со своими друзьями. Пусть тоже будут в курсе. По традиции подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны. Жмякайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные и познавательные видео. А меня зовут Влад, вы смотрели канал Девайт Ю. До скорого!